МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военные преступления российской армии в Украине. Незаконная депортация украинских детей. Издевательство и насилие над мирными гражданскими. Пытки и убийства безоружных пленных. Международные санкции, эмбарго и ограничения, уничтожающие российскую экономику. Банкротство промышленных гигантов и монополистов. Тотальное падение уровня жизни. И бюджет не для людей, а на войну. Переписывание истории и милитаризация общества. Уничтоженные свобода слова и правосудие. Вранье с экранов телевизоров, в театрах, кино и мультфильмах. И тотальное зомбирование пропагандой. Нарушение всех норм международного гуманитарного права, изоляция и ордер на арест Путина. Сотрудничество со странами-изгоями и превращение России в сырьевой предаток. Что сделал Путин и его режим с государством? Смотрите в специальном репортаже «Россия-2023». Итоги второго военного года. 2023 год. Второй год полномасштабной войны России против Украины. Год, когда Россия окончательно утратила остатки репутации на международной арене. Ее режим официально признан диктатурой. Россия уже в изоляции. От нее отвернулись все цивилизованные государства мира. В союзниках остались лишь такие же страны-изгои и террористические организации. И это главная заслуга президента Владимира Путина. Диктатора, имперца и военного преступника. С его подачи российская армия творит в Украине зверства, от которых стынет кровь у любого цивилизованного человека. После освобождения оккупированных населенных пунктов миру открылись кровавые военные преступления солдат Путина. Буча. Ирпень. Изюм. Херсон. И практически полностью разрушенный Мариуполь. Там масштабы еще предстоит узнать после освобождения. Но Путин, его генералы и пособники за все заплатят. 40 государств уже поддержали создание специального трибунала. В ГААГе уже работает Международный центр по преследованию РФ за агрессию против Украины. А следователи документируют все факты, которые докажут геноцид украинского народа России. Уже открыто 110 тысяч уголовных производств. Они не имеют срока давности. И это значит, что их будут расследовать постоянно. И если будут появляться какие-то свидетельства, которые позволяют нам идентифицировать подозреваемого, даже если это будет через 20 лет, 30 или 50, все равно эти преступления будут рассматриваться. В Германии до сих пор судят подозреваемых, которые, например, причастны к преступлениям в концлагерях. Даже иногда это люди 80-90 лет. Похожая история будет с украинскими случаями. Похищение, насилие, лишение свободы, сфабрикованные уголовные дела и нарушение всех возможных норм международного гуманитарного права. Такими методами российские военные спасали гражданских. Сейчас в плену РФ 28 тысяч мирных украинцев. И это только те случаи, которые верифицировал офис украинского омбудсмена. Реальные цифры в разы больше. Нам известно про как минимум 16 случаев, когда гражданских, которых похитили, их запытали до смерти. Жертвами становились правозащитники, волонтеры, которые находились на оккупированных территориях или журналисты, или их родственники. Или это могли быть активисты, которые выходили на проукраинские митинги против оккупации. Это называется насильственными исчезновениями. Насильно при помощи обмана и манипуляций. И с подачи кремлевской верхушки российская армия совершает в Украине еще одно особо циничное преступление. против самых бессощитных. Я с марта месяца прошлого года ищу свою маму. Ее зовут Козлова Снежана Михайловна. Нас разлучили в фильтрационном лагере в селе Безымянное. Россияне говорили, что я маме не нужен, что отдадут в приемную семью в России. РФ незаконно депортировала сотни тысяч украинских малышей и подростков. Вам крутят по ТВ сюжеты о так называемом спасении. Призывают к усыновлению. На самом деле этих детей буквально похитили. Россия, вторгшись в Украину, сначала сама создала крайне опасные для жизни условия. Затем сыграла в миротворца, вывозя из разрушенных и оккупированных городов украинских детей. Забирая из семей принудительно, задерживая родителей в фильтрационных лагерях. Масштабы незаконной депортации шокируют. Количество похищенных может превышать 740 тысяч. Украине удалось идентифицировать лишь малый процент. В данный момент Международный уголовный суд квалифицировал депортацию украинских детей как военное преступление. Но данное преступление может быть также и преступлением против человечности и фактом геноцида. В будущем, по мере того, как МУС проводит свое расследование, собирает новые и новые факты, они могут добавить эти дополнительные квалификации. В России украинских детей незаконно усыновляют. И стирают их идентичность. Запрещают родной язык. Учат ненавидеть Украину и любить российского президента, чтобы после совершеннолетия отправлять на войну. Это стало элементом государственной политики России, признают в мире. В парламентской ассамблее Совета Европы заработал специальный комитет по вопросам украинских детей. Созданная коалиция по возвращению депортированных. А Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест президента России и его приспешницы, детского омбудсмена. Владимир Путин сейчас является официальным подозреваемым по совершению военных преступлений в Украине. Именно преступление депортации украинских детей. И он находится в международном розыске. Он должен был быть задержан на территории любой из 124 стран, которые ратифицировали Римский устав Международного уголовного суда. Президент Бразилии Лула де Сильва уже сказал, что он приглашает Владимира Путина на саммит Большой двадцатки. Но он не может гарантировать, что он не будет арестован. В российском кейсе военных преступлений, которые требуют наказать весь мир, циничные казни и жестокие пытки безоружных украинских военных. Они вскрыли настоящее садистское лицо армии хозяина Кремля, разрушив мифы о ее высокой духовности. Солдаты Путина нарушили все обычаи ведения войны и все нормы Женевских конвенций. Достаточно хотя бы просто посмотреть телевизионные сюжеты, которые показывают, как возвращаются наши военнопленные, в каком они находятся в виде физически, насколько они истощены. Например, яблоко видели первый раз за много месяцев. Если говорить про российских военнопленных, которых удерживает украинская сторона, то Украина уважает Женевские конвенции, международное право и предоставляет доступ к удерживаемым в Украине российским военнопленным. Путин проигнорировал все призывы международного сообщества о выведении войск и прекращении войны. Армия РФ продолжает совершать чудовищные преступления, атаковать украинские города и села, убивать и калечить украинских военных и мирных граждан. Это уже поставило на Россию клеймо террористического государства. И обстрелы электростанций, генераторов. Это не объекты военной инфраструктуры, это то, благодаря чему живут города, села. Это разрушение, например, жилых зданий, школ. Однозначные военные преступления – это атаки по медицинским объектам, это пытки, это сексуальное насилие, это использование людей в качестве гражданских счетов. Россия очень часто действует как Хамас или как ИГИЛ. Вот только прощать Путину, зверство его армии в Украине, мир не намерен. Россия уже второй год пожинает плоды войны и расплачивается за путинский империализм. Она стала самой подсанкционной страной в мире, ее экономика планомерно разрушается, и теперь ей буквально нужен донор, иначе долго не протянется. Главные доходы России от продажи нефти и газа упали вдвое. Гигант-монополист компания «Газпром», которая входила в список богатейших в мире, стала убыточной, а значительную часть своего газа ему приходится попросту сжигать. Бюджет страны, который щедро финансировался за счет нефтегазодобычи, трещит по швам. Это результат санкций, которые в полной мере заработали как раз в начале 2023 года. Ведение потолка цен на нефть и эмбарго на российские нефтепродукты больно ударила по Кремлю. Ежедневная потеря страны – около 300 миллионов долларов. Задумайтесь, каждый день минус 300 миллионов долларов. Кремль лихорадочно изворачивался, строил теневой флот танкеров, смешивал свою нефть с нефтью других стран, чтобы по документам она не считалась российской. Но страны Запада лишь закручивали гайки. В июне приняли 11-й по счету пакет санкций. В нем устранили большинство лазеек, ввели наказание для компаний, которые помогали обходить ограничения. Первое за всю историю Европейского Союза решение о том, что нарушение европейских санкций, обход европейских санкций будет наказываться, даже если это страны Центральной Азии, даже если это страны Ближнего Востока и так далее. Мы видели санкции на турецкие компании, мы видели, как греческие перевозчики отказались перевозить российскую нефть, мы видели санкции на компании с Объединенных Арабских Эмиратов. И это все влияет на то, что возможности России обходить санкции существенно уменьшились за последний месяц. И дальше эта тенденция будет еще больше усиливаться. А это значит, что Россия будет продавать еще меньше, еще дешевле, получать еще меньше денег. А значит, и госбюджет стране-агрессору пополнять будет все сложнее. Уже второй год он обслуживает интересы российской верхушки. Стал настоящей кормушкой для тех, кто никогда не принимал никакого участия в войне. Я сейчас о ближайшем окружении Путина. Друзья и партнеры диктатора зарабатывают сверхприбыли. Их частным компаниям и предприятиям уходят оборонные госзаказы. Они снабжают и вооружают армию на деньги из того самого госбюджета, получают подряды и восстанавливают разрушенные российскими же военными города на оккупированных территориях. А лицам особо преданным Путин щедро дарит активы иностранных компаний, решивших свернуть деятельность в России. Инвесторов отдирают до нитки, вынуждая продавать бизнес за копейки. Все это преподносят как защиту национальных интересов и подают под соусом национализации. На самом деле это обычный грабеж. Во благо кучки олигархов, верно поданных Путина. Так что кому война, а кому мать родна. Уход сотен компаний и международных брендов привел к росту цен. Весь импорт подорожал в разы. Вдвое лекарства в РФ не возят автомобили из Европы и запчасти. Стоимость даже поддержанных авто за год взлетела на 45%, а по сравнению с довоенным периодом в два раза. Под санкции попала и Росавиация. РФ не продают запчасти и комплектующие к самолетам. Катастрофы неизбежны. Вы ведь уже замечали практически ежедневное сообщение о поломках и аварийных посадках. Голову на колени. Крупируйтесь, крупируйтесь. Задымление было от того двигателя, на который мы садились. Мы можем просто все сгореть заживо. Запретили возить и комплектующие для оборудования на заводах. По всей стране все чаще ЧП. Техника, автоматика дают сбои, а заменить нечем. Международные санкции сулят катастрофу и всей экономики России. Но страны Запада приняли 12-й пакет санкций. Будут новые запреты на экспорт и импорт, и на продажу бриллиантов из России. А это тоже немалая статья доходов Кремля. Мы сфокусированы на закрытии возможностей, лазейках и продолжим отрезать Россию от критических поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечно. Обычным россиянам не до бриллиантов. Даже купить пару сотен долларов и отложить на черный день уже могут не все. Рубль за год обесценился почти на треть и признан одной из самых слабых валют в мире. Центробанк вел жесткие ограничения на валютном рынке. Учетную ставку повысили до беспрецедентных 16%. Это слегка усилило рубль, но одно лечим, другое калечим. Что такое повышение учетной ставки? Это фактически мы нажимаем с вами на тормоз развития страны. То есть это вот как в машине. Повышение учетной ставки – это тормозить. Вот все, сегодня Центральный банк России снова вынужден тормозить, тормозить развитие страны, увеличивать стоимость кредитных денег, тормозить развитие бизнеса и так далее для того, чтобы искусственно удержать рубль. Уровень жизни за год стремительно упал. Каждый пятый россиянин экономит на еде, покупая дешевые продукты. Сейчас, конечно, ухмыляются москвичи и питерцы, чей уровень дохода выше, чем в глубинке. Да-да, если у вас еще есть финансовая подушка, то у многих ваших сограждан, особенно бюджетников, в кошельках уже пусто. Росстат убеждает, инфляция чуть больше 6%, но на самом деле не меньше, чем 15%. Обычные россияне за этот год значительно обеднели, и это закономерно. Ведь деньги Кремль приоритетно тратит на войну, на оборонный комплекс, выплаты мобилизованным. В следующем году на военные нужды отнимут на 70% больше, чем в этом. 11 триллионов рублей – это треть всех расходов госказны. Рекордная сумма со времен распада СССР. Экономить будут на людях. Кремль пустил под нож все статьи на медицину, дорожное строительство, благоустройство городов и на ЖКХ, и виною тому не санкции. Санкционная коалиция специально проектирует санкции таким образом, чтобы они как можно больше ударяли по военному бюджету России, и как можно меньше ударяли по обычным россиянам. Но российская власть, поскольку для нее приоритет военный бюджет, она перестраивает это все в середине страны так, чтобы переложить весь вес, все негативные эффекты санкции на обычных россиян, а военный бюджет и все, что связано с элитами, которые окружают Кремль и так далее, оставить неприкасаемым. Экономика России продолжит свое крутое пике. Не спасут и поставки нефти Индии и Китаю. Ведь продают ее почти за бесценок, за юани и рупьи. Но Путину главное хоть как-то держаться на плаву. Поэтому он попросту сдает национальные интересы. Помните, еще весной во время визита Си Цзиньпин чувствовал себя в Москве как хозяин? Уважаемый господин председатель. Получая газ и нефть за копейки, вырезая российские леса в промышленных масштабах, заполняя российский рынок китайскими товарами и превращая Россию в сырьевой предаток Пекина. Что означает, когда с вами рассчитываются юанями или рупьями? Что вы их можете потратить, рупьи только в Индии, а юани только в Китайской Народной Республике. То есть Россия попадает, получая в оплату за свои ресурсы такую валюту, она попадает все в большую зависимость от этих стран, от Индии и от Китайской Народной Республики. И она может меньше купить за эти деньги. Они могут не давать скидки, держать высокую цену для России, предлагать ей более низкого качества продукты, понимая, что все равно она их купит. Без Китая и Индии российская экономика уже бы рухнула. И с каждым днем цена войны для РФ возрастает. Ущерб, нанесенный Украине кровавой войной, уже оценивается в астрономическую сумму. Больше 150 миллиардов долларов. И заплатят за все это россияне. Генеральная ассамблея ООН признала РФ агрессором. Уже создан реестр ущерба. И уже разрабатывают механизм выплаты репараций Украине. Даже если Путин откажется платить, варианты есть. По всему миру заморожены 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов Центробанка России. Вернуть их обратно Кремль не сможет, пока не компенсирует весь урон, нанесенный Украине. Пока же эти средства облагаются налогами. Доходы с них будут перечисляться на восстановление Украины, пока Россия будет нищать. Правда, о настоящих причинах по телевизору не расскажут. Ну или обвинят в обнищании россиян коварный и враждебный коллективный Запад. Пригрозят ядерным оружием или же призовут защищать национальные интересы России, как делали это уже много раз. Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Фраза главного пропагандиста прошлого тысячелетия, нациста Йозефа Геббельса, неожиданно нашла свое продолжение и в 21 веке. В России, которая присвоила себе и возвела в культ победу над нацизмом. Извратив истинное предназначение СМИ, как четвертой власти, которая вскрывает нарывы диктатуры, кремлевские медиа стали обслугой этого гнойника. Пока российские пенсионеры считают копейки до пенсии, а семьи получают дрова или пельмени за погибшего на войне мужа, сына, отца, кремлевские пропагандисты отрабатывают по заказу власти необходимую ей повестку и купаются в роскоши. Считайте сами, в 2023 году Кремль потратил на содержание своих цепных псов 122 миллиарда рублей. В следующем потратит столько же. За эти деньги можно отремонтировать ветхие бараки, в которых до сих пор живут миллионы россиян. Построить больницы и школы. Но Кремль тратит сотни миллиардов на ложь. Не верите? Простой пример. Вот один из главных путинских глашатой, Владимир Соловьев. В начале 2000-х оппозиционер в дешевеньком гольфе и борец за свободу слова, который яростно противостоял кремлевской цензуре. Мы не колесики общепролетарского дела. Поэтому фраза, что хозяин сказал, журналист прыгнул, это к Тверской. Журналист всегда независимый человек. Нельзя позволять хамам брать власть над собой. А вот Соловьев формата 2022 года. В костюмах от Армани, Джона Варвата, Сайоджи Ямамото. Оброс с недвижимостью в Москве и элитном пригороде. И виллами в Италии. С которыми, правда, пришлось попрощаться из-за своей работы на режим. Идут деньги и на гонорары так называемым экспертам, которые прописались в эфирах. Большинство экспертов, которые на российских ток-шоу кочуют как такой цыганский табор с одного ток-шоу на другое ток-шоу и озвучивают там месседжи, выгодные Кремлю, это часть из них это какие-то украинские, бывшие украинские политики, бывшие украинские эксперты, которые убежали в Россию. Им нужно как-то жить, им нужно зарабатывать как-то деньги. Есть какие-то российские граждане, которые громко в титрах пишутся, какой-то представитель института, глобальное общество. Как правило, эти институты – это пару стульев и какой-то кабинет где-то на окраине Москвы. Для них это действительно единственный, наверное, заработок, который они там имеют. Негодование, агрессия, ненависть – главные эмоции, которыми торгуют кремлевские глашатые. Они штампуют сотни фейков, которые хоть и абсурдны, но очень живучи, именно благодаря своей эмоциональности. Пропаганда, она не работает просто так бесцельно. Давайте о чем-то соврем. То есть есть какая-то цель, какая-то задача. Например, задача мобилизировать российское общество. А давайте нам нужно, чтобы российские граждане записывались в армию, они шли на фронт воевать, чтобы у военкоматов стояли очереди. Тогда появляются фейки, дезинформация и манипуляции об убитых детях, о каких-то там зверствах ВСУ, об обстрелах мирных городов. Если, например, нужно поссорить наших партнеров Соединенных Штатов с Украиной, с Зеленским, появляются фейки на тему, что оружие, которое поставило Соединенные Штаты Украины, оказалось это оружие в руках у Хамаса. В арсенале пропагандистов десятки приемов для зомбирования зрителей. Подмена понятий для успокоения внутренней аудитории, дискредитация, чтобы на каждого неугодного навесить ярлык нациста и создать образ врага. Ненависть к Украине, да и ко всему миру, в россиянах взрастила целая когорта пропагандистов под руководством путинских чиновников. Контролируют СМИ заместители главы президентской администрации. Сергей Кириенко, интернет, Алексей Громов, телевидение и радио. Топ-пропагандистов регулярно собирают в Кремле, выдают разнарядки, о чем говорить, о чем молчать. Глашатаем помельче спускают темники, документы с нарративами. Такая российская традиция зародилась еще в середине 90-х, и отступать от нее Кремль не намерен. Российская пропаганда – это не про самодеятельность. Ни у Соловьева, ни у Киселева у них нет права на собственное мнение. Они озвучивают, кто сегодня враг, кто сегодня друг Кремля. И мы следим за российской пропагандой, мы мониторим ее на каждодневном уровне уже практически 10 лет. И мы помним очень много случаев, когда тот же турецкий президент Раджеп Таип Эрдоган вдруг становился врагом Кремля, когда турецкие войска сбили российский самолет. И вот буквально на несколько недель Турция стала врагом номер один для России. Мы то же самое видим с Украиной. Опять-таки мы видели, как в 19-м году кремлевская пропаганда поддерживала Зеленского. Где сейчас это все? Сейчас Зеленский в российской пропаганде, Зеленский – враг номер один. И паутина кремлевского агитпропа выходит далеко за рамки политических шоу федеральных каналов. В ход идет все. Переписанная и полностью сфальсифицированная история. Художественные фильмы, спектакли, детские мультфильмы и музыка. Все это теперь с прицелом на тотальную милитаризацию общества. С самых пеленок и до гробовой доски. И деньги на это тратятся колоссальные. Вдумайтесь, пропагандистский свидетель, который с треском провалился в прокате, обошелся вам в 200 миллионов рублей. Пропаганда эффективна, когда она тотальна. Когда ты идешь на музыкальный концерт, там тебе рассказывают и о Путине, и о Великая Россия. Ты идешь в кинотеатр, ты видишь там это все. Ты включаешь телевизор, там это все. Ты утюг берешь из утюга у тебя про Великую Россию. Поэтому это один из элементов информационного пузыря, в который поместили россиян. Именно потому под гнет пропаганды попали театры. Их обязали ставить одобренные властями спектакли, так называемые патриотические. А за малейшее отклонение от кремлевских методичек смельчаков заваливают доносами, увольняют, преследуют. Ведь зритель должен видеть, что актеры и режиссеры в едином порыве поддерживают войну РФ против Украины. Подобная демонстрация чрезмерного единства сейчас во всех сферах жизни в России. Так несогласным с путинским режимом прививают чувство вины и одиночества, непонятости и отверженности. Чтобы те усомнились в своих убеждениях и примкнули к фанатичным сторонникам войны. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский. Музыка стала одним из самых мощных инструментов Кремля. Артисты-однодневки и эстрадный антиквариат сочиняют хвалебные песни России и режиму. Эх, Россия, матушка, стой готов, сарматушка. Россия, моя Россия. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. Поддержав путинскую агрессию, они получили шанс на популярность и сфер заработки. Развлекая, они отвлекают вас от правды об ужасах войны. О масштабе военных преступлений российской армии в Украине. Они обеляют и оправдывают действия вашего президента, который не собирается ни на скамью подсудимых в Гаагу, ни на свалку истории. Они агитируют за продолжение войны, убеждая вас в своей щедро проплаченной Кремлем правде. В праздничную ночь они появятся на ваших экранах в новогодних голубых огоньках. Будут признаваться в любви к России и вам. Восхвалять Путина и гордиться защитниками Отечества, на которые никто не нападал. И умолчат о том, что на пороге нового 2024 года страна уже в пропасти. В пропасти диктатуры, тоталитаризма, бесправия и экономической рецессии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...